I have ways of blowing things up. Как вы хотите, нарезать серию, не нарезать серию. Но так уж получилось, что у меня выдалась минутка записать серию до того, как я выложил предыдущую. Поэтому, к сожалению, к предыдущей серии комментов я еще не видел. Возможно, вот вам, короче, спойлера на сегодняшнюю серию. Возможно, в этой серии будет монтаж. Ух ты! Вот, в общем, мы сейчас будем бегать. Вот, я сейчас попробую пройтись по старому маршруту, посмотреть, что и где я мог пропустить. И мог ли я вообще. Исходя из этого, будем смотреть, насколько быстро я найду новую локацию. Ну, не новую локацию, а какие-то новые территории. То, что нам нужно, то, что нам не нужно. Сто раз бегать по одному и тому же я как-то, наверное, смысла-то особого не вижу. Поэтому, если вдруг где-то как-то что-то перескачет, это исключительно потому, что я заманался бегать по одинаковым коридорам и не нашел ничего нового. А потом, когда нашел что-то новое, вы это увидите. Так что, добро пожаловать в жестокую реальность. Хорошо. Итак, у нас был... Ну, ту территорию мы вдоль и поперек все оббегали. Минуточку, я сейчас себе напомню. Пожалуйста, не подвисай так. Это же не может быть карта этого этажа, да? Это карта улицы. Все, нормально, хорошо. У нас круглый щит, кайтовый щит, глаз и паук. Отлично. Четыре монеты. Нам очень сильно не хватает монетки для пропуска в двери с буквочкой Пи. С этим у нас прям проблема. Так, хорошо. Я так понимаю, что вот та вся лока, она более-менее закрыта. Значит, в прошлый раз мы проходили через вот эти двери, да? А, кстати, насчет звуков. Иногда, мне кажется, когда кто-то ходит, это на самом деле, наверное, не кто-то ходит. Я думаю, что это просто огонь таким образом горит, и из-за этого я путаюсь. Хотя, может, кто-то и ходит. Тоже его знает-то. В прошлый раз нам неплохо так наваляли по башке. Один раз даже вырубили. Мне кажется, это в этом месте я был, да? Хотя... Дверь выглядит... Да, туда мне нельзя. Да, в этом месте я был, и да, туда мне нельзя. Мне нужно найти эту чертову последнюю монетку. Иначе будет очень печально. А, это у нас комната с электричеством. Все, 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 я все понял. Кстати, что делать с этим электричеством, я тоже не знаю. И почему-то у меня появилось такое ощущение, что если вдруг я не найду каким-то образом монетку-то эту... А это вполне может случиться, это же жизнь. Я могу вполне не найти нужную комнату. Так вот, если я вдруг... Ну-ка, ну-ка, секунду. Монетку-то не найду, то, возможно... Блин. Я смотрел вперед и не посмотрел, что врезался в лавочку. Я, наверное... Могу, наверное, просто... Отпусти меня дверь. Могу, наверное, просто выйти отсюда и пойти. У нас же там есть другие проходы, куда мы можем сходить. И я не уверен, что мне прям стоит упираться и идти только сюда. Вот, да, все вот эти места мы здесь с вами уже все это обшарили, облазили. Угу. Угу. Да, здесь все это уже было. Я... Ну, как бы... Я увижу места, в которых мы уже были, но я не могу найти какие-то новые места. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Так, тут у нас... Вторая дверь Пи, в которую мы не можем заходить. Блин, их уже как минимум две, да? То есть в прошлый раз, я не помню, заканчивали серию, я говорил, что их то ли две, то ли три. А тут сколько этих? Два. Я случайно не круголя сейчас навернул? А я мог, я мог. Так, ну туда глаз. Это я все проходил. Тут все эти двери открыты. Это я все проходил. Это все было. Черт побери. Ай, блин. Вот такие моменты я, честно говоря, не очень люблю. Когда случаются, ну, грубо говоря, затупы. И мне приходится из всего этого выбираться. Блин, я... Да я опять к этой электрической комнате-то вернулся. Стоп, а это не шкаф? Нет, это не шкаф. Я не знаю, как мне пройти. Ну, не электрическая комната, а вот этот проход. Если мы туда пойдем, там будет электричество. Вот, его слышно уже отсюда. Я не знаю, как здесь пройти, как оно выключается. Я подозреваю, что, возможно, это будет у нас переход на какой-то другой уровень. Или еще что-то, еще как-то. Я не знаю, как это все работает. Так же, почему я это место узнал? Потому что мы сюда уже попадали, когда мы в первый раз зашли на этот этаж по ошибке. Как мы сюда попадали, не спрашивайте. Я тогда, просто сломя голову, убегал от големов. И мне было немножко не до того. Так. Так. Значит, туда мы пройти не можем. Ну, как бы, можем, но это будет чревато. За нами тупо погонятся. Хорошо. Кстати, если за нами погонятся, то и убить могут. У них удары очень сильные. Кстати, знаете, что я сейчас подумал? А стоят ли они на место после этого? А? 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 Как вам такая идея? Если пройти, станут ли они... Ой, блин, да, этот чувак, который меня грохнул. Вот это вот я баночку в прошлый раз выпил. Да, прям мемуары, ностальгия. В этой банке есть слабосветящийся остаток. Остаток. Блин, а что ты не допил-то, чувак? Прикиньте, если бы мне это сейчас урон нанесло. Я такой смотрю на меня, это рукоятка падает. Да чтоб тебя! Я... А я тебя не обыскивал, разве? Офигеть! Я же вроде всех обыскивал! Илья, на тебя настолько зол был, что я... Ох ты ж! Я бы мог это искать до послезавтра таким образом. Офигеть! Из двух лент это же, я надеюсь, вот это, да? Ну, выглядит как оно. Куда мы сначала зайдем? Сюда мы сначала, наверное, зайдем, да? Прямо напротив этого входа он у меня лежал. Я тут еще пробегал. Блин! Тварина! Мало того, что ты меня чуть не убил... Ну, вырубил вчера, так ты еще и монетку от меня в кармане прятал. Как? Блин, я же вроде всех обыскивал. Каким образом я его не обыскал? Я, наверное, уставший был или что? Ну-ка, смертельный трюк. Меня пропустят? Да! Это была нужная монетка. Ай, твою за ногу! У-у-у! Блин! Мне нужно его давить. А, все, задавил. Мне казалось, я всех обыскивал. Вот это, блин, просто... Фейл мог бы быть сейчас, если бы я продолжал бы бегать. Короче, все, я теперь всех по дважды буду обыскивать. Причем, ребят, вы же мне еще не раз писали в комментах, проверяй всех, проверяй всех, проверяй всех. Там могут быть не только оружие. Я думаю, ну, как бы, я стараюсь проверять. Там могут быть, наверное, еще какие-то свитки или еще что-то. Монетка! О, а это место кажется каким-то важным. Пусть здесь будет карта, пожалуйста! Очень надо, прям очень надо, ребят! А, а ты кто? Кубок. Ха! Кубок. Бутылка. Игральные кости. Так, ребят, заранее сейчас, извиняюсь, перед всеми теми, кто убил себя фейспалмом, пока смотрел там предыдущую серию, кто такой, ну вот же, но я понимаю, как у вас там сейчас пригорало, особенно тех, кто знал, что монетка у этого чувака... Блин, интересно, она всегда у него или это рандомное явление? Короче, у всех, у кого пригорело, извините, ребят, там, за сожженные стулья и всякое такое, я, честно, не нарочно. У кого полыхнуло... А я это, я это поднять не могу, фига себе, а че... Кувшин. А почему я его поднять-то не могу? Он же не настолько тяжел... Стоп! эти кувшины слишком тяжелый чтобы их поднял человек а может ли это нет ну тарелки то нормального размера просто кувшины огромные но я бы сделал предположение что возможно тогда эти кувшины сделаны и не для людей раз его не может поднять человек но бриджиш наверное да вот эти голема они вроде как не живые блин я думаю что в этих столах можно будет пошариться то в общем отпусти пожалуйста хорошо а что я тогда здесь делаю я пришел ушатал чувака увидел игральные кости увидел тяжелые кувшины и все хорошо хорошо принято понято кубок но кубки кстати таскаются нормально нет 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 ну если бы тут все было такого огромного размера кстати может быть поэтому железные стулья железная мебель для того чтобы выдерживать огромный вес и огромные кубки минуточку а железная мебель она здесь просто как элемент интерьера или реально для того чтобы выдерживать какой-то огромный вес возможно эти големы да не но бриджи чтобы они были... Ну, то есть, они, конечно, я видел, что они живые, что они встают и все дела, но они же не могли быть живыми в том смысле, чтобы прям есть, пить и всякое такое. Да, этого же не могло быть, по идее. Так, я пришел отсюда. Я пришел отсюда. Давайте пробуем ориентироваться таким способом. Сюда. Я заходил, был там тупик. Давайте сходим в эту сторону. И у нас останется еще наверх. И есть, как минимум, еще вторая дверь. Блин. Карту бы лучше так не крутить, но по-другому как-то не выходит. Где я? Блин, посмотрите! Ленты, ленты, ленты. Ленты. Три ленты. Стоп, 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 ребята! Две ленты. Три ленты. Будут четыре или будет что-то другое? А, нет, 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 тут тоже по две. Понятно. Хорошо. Видимо, это какой-то зал заседаний. И явно ребята с тремя лентами у них звание постарше, чем у ребят с двумя лентами. Так я понимаю. И, видимо, тут сидели какие-то то ли управляющие, то ли старейшины, то ли еще кто-то. По старшинству рассаженные. Что здесь происходило? Вот эта штука очень похожа на какой-то магический кристалл. Раз уж тут немножечко все под магию завязано, то... Они что, собирались тут телек посмотреть, что ли? Прикиньте, вот такая голограмма была. И такие... Ребят собирались вечерние новости глянуть. Там дверь закрытая. Ладно, надо будет туда обязательно зайти. И, кстати, этот зал тоже относительно изолированный. Тут ничего нету. В смысле не... А секрет... Нет, ну секретную дверь в таком бы явном месте вряд ли стали бы делать. Слишком здесь... Людно, я бы сказал. Тут могли находиться старейшины, еще кто-то так. А тут... А стульчики... А, стульчики, кстати, двигаются. Кстати, смотрите, стулья... Поставлены на место. Они не разбросаны. Отсюда в панике никто не убегал. Возможно, это заседание происходило там... Раз в неделю, или раз в месяц, или вообще раз в год. Это было какое-то экстренное заседание. Поэтому на момент, когда отсюда пришлось резко линять, здесь никого не было. Ага. Здравствуйте. Так. Это выглядит как... Какое-то интересное место, да? Вот эти штуки, они не прокликиваются? Нет. Но должны прокликиваться вот эти, я очень надеюсь. Пусто, спасибо. И тут пусто. Причем, смотрите. Раз, два, три. Ну, грубо говоря, три этажа. Три вверх и четыре в ширину. Три вверх и четыре в ширину. То есть есть верхняя, и есть нижняя. Они должны даже открываться рядом. Да, 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 да. Потому что если одно и то же, оно меняет друг друга. Они открываются рядом, поэтому их две. Хорошо, здесь пусто. Здесь пусто. Блин, а вот реально, железная мебель, это просто дань стилю какая-то, или это какая-то необходимость? Шкафчики пустые, блин. Это печаль. Я очень надеюсь что-то найти. Пожалуйста, ребят, дайте мне что-нибудь ценное. Дайте бутылочку, дайте карту, дайте какой-нибудь там убер-пулемет какой-нибудь. Спасибо. Сейчас два раза разбежались с ноги. Пусто, ёбер-эцетэ! Шесть шкафов уже! Ну как так-то? Ну на полочках я не вижу ничего, хотя под таким углом крайне тяжело что-то рассмотреть. на полочках ничего вроде как нету. Давайте я ещё раз вот так вот посмотрю. Но из-за стены я не могу правильный угол поймать. Крючки, крючки тоже пустые, кстати. Так, хорошо. Что здесь? Блин, ну дайте мне что-нибудь, но не может быть, чтобы ничего не было. Ну, ребят, интересно же. Ну, спасибо. Ну, это всё один, да. Тут пусто. Пусто. Пусто! И на столе пусто. Вау! Это прям печально. Да ну вы посмотрите, ну такая комната, ну как в ней может быть пусто-то? Ну вы чё? Может какой-то секретик? Я прям в отчаянии сейчас. Ну не может быть. Ну посмотрите, целая отдельная кладовая огромная. На что здесь можно кликнуть? Ничего. Огромное количество ящиков. Причём, даже никакого простого шмота нету. Ладно бы там какие-нибудь бумажки ценные, неценные, что-нибудь. Даже простого шмота какого-то нету. Всё вычищено идеально. Хотя, знаете что? Если эта комната у нас прилегающая к... Как бы мне это место-то назвать? Ну давайте назовём центральный зал. Нет, зал собраний. Сюда очень подойдёт зал собраний. Кстати, двери нету. Я надеялся, что она может быть. Если эта комната прилегает к залу собраний, то возможно там находился какой-то архив зала собраний. И мне кажется, что это место было довольно важным. А если оно было довольно важным, то возможно как раз и логично, то что его так тщательно зачистили. Ладно, теперь нам туда. Теперь нам туда. Привет, уроды. Да! Вы чё? Тут с тремя... С тремя лентами. Мне туда нельзя. А я обрадовался. Сейчас, блин. Разбежался три раза. Хорошо, хорошо. Я вас понимать. У нас была ещё одна дверь с двумя лентами. Как минимум одна. Возможно даже две. А где они были? Сейчас пойдём искать. Глаз. Стоп, это... Да. Выкрутись. Это меня опять к началу выведет, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, нет. Вот. Дверь с двумя лентами. Суперски. Но она, кстати, обратная. То есть, скорее всего, големы стоят с другой стороны. Ну вот. Тут... А, тут и рычаг есть. Ну, повернись, может быть. Может, я недостаточно близко. Иногда меня вводит... Ну, в принципе, логично, что его надо дёрнуть вниз. Но почему-то меня это... Я думал, что вверх. Ладно. Тут, наверное, бы големы на меня напали с другой стороны, если бы я вошёл. Тут можно было подойти и открыть. Но эти ребята на меня бы напали с другой стороны. Ага. А тут я, кстати, никакой буквочки-то и не вижу. Или её нет? Или это какая-то хитроумная ловушка? Что? О, тут какой-то... Минутку, а я тут был? Тут стулья разбросаны. Циркуль? Точно циркуль. Трубка. Стол. Стол не прокликивается. А, я не знаю, был я здесь или отсюда просто люди драпали быстро, потому стулья перевёрнуты. Так. Чёрт побери. Я заблужусь. Я заблужусь. Я заблужусь. Опять. Тут место с лавочками, ну, выглядит как какая-то, не знаю, комната, то ли ожидание, то ли раздевалка. И, кстати, такая же зеркальная с другой стороны. Удивили меня с этой, с монеткой на три ленточки. Я думал, что я нашёл всё. Фиг там. Угу. Значит, есть где-то ещё одна монетка, теоретически. Нет, я здесь не был. Посмотрите. Вау. А вот это выглядит, как неплохое местечко. Кираса. Хорошая кираса. Покрытие, правда, три, к сожалению. Но во всём... Да, кстати, мне говорили, что вот не надо гнаться за режущие и всякое такое. Оно, типа, больше пяти оружия здесь не существует, наверное, на данный момент. Но это очень, кстати, хорошая кираса. Вы посмотрите, она колючая, закрывает полностью. Дробящая такой же, импульс такой же. У неё просто покрытие на единичку. У неё юбки не будет вот этой нижней, я так понимаю. То есть, если будут бить по заднице, грубо говоря, то мне пробьют. Хотя кираска очень хорошая. Блин, прямо аж обидно такое оставлять. Но всё, не утащишь, правильно? А тут воронка. Знаешь, как издевательство просто такое, типа... Вот тебе хорошая кираса и воронка. Так, ребятки, извините, что только отвлекли. Хм. Ну, получается, что в этих двух сундуках... Кроме хорошей кирасы, блин, ничего нету. Ну, просто реально, смотрите, как эта кираса, она будет... У меня юбка останется полностью открытой. Офигеть. Ну, если эта кираса очень жёсткая, очень крутая, очень классная. Но если прилетит по заднице, то я попал. Да, наверное. Так. Блин, у этой покрытия даже наполовинку побольше. У этой кирасы с металлическими вставками у неё передняя юбка чуть-чуть длиннее. Поэтому у неё покрытие... То, короче, в пах не прилетит. Блин, это, конечно, всё круто и весело. Но я, как бы... Хочу что-то дальше. Не, ну я, конечно, нытик, я понимаю. Я только что говорил, хочу, хочу, хочу пройти там, где... Вот это, пи, там, где две полоски. Две полоски прошли. Я хочу там, где три полоски, я хочу дальше. Тут ничего больше нет. Это очень подозрительно всё смотрится. Блин, ну это не то, чтобы у меня ощущение, что игру глюкануло, нет. Ну просто мы... Тут точно никаких сундуков нет, ничего. Мы зашли в комнаты, в которых точно должны были быть какие-то записи, какое-то что-то. Но ничего этого не было. Это, ну, это очень настораживает. Я понимаю, что экзанима, это не та игра, которая балует тебя постоянно лутом и постоянно сюжетом, лором. И ты такой прям, ой, тут можно обмазаться этим лором. Нет, я это понимаю. Но всё равно как-то немножечко... Странно. И тут тоже никакого больше прохода нету. Только сундучок с офигительной кираской. И всё. Мне вот этот вот сундук немножко настораживает. Почему он тут так стоит? Ну то есть, что в нём? В нём же явно ничего нету, да? Но почему он так стоит? Это всё странно, ребят. Странно. Ещё мне почему-то сейчас пришла в голову идея. У меня же есть шкатулки. Пустые шкатулки в том числе. У меня же есть пустая шкатулка где-то с собой, нет? А, нету, кстати. Я думал монетки сложить в шкатулки, но... Почему-то мне подумалось, что... А вдруг они не будут работать из шкатулки? Как у этих големов происходит скан монетки? Они её должны видеть в своём кармане, чувствовать её приближение. Вдруг шкатулка будет блокировать сигнал. Как бы это странно не звучало. Так, хорошо. Здесь у нас есть ещё дверь и ещё проход. Проход у нас... А проход у нас, в общем-то, сквозной, я так понимаю, да? Тут у нас были... Блин, а тут же дверь, в которую можно пройти. Стойте, я пока её не буду открывать. Мы сейчас сходим вот сюда. Что здесь? А, здесь у нас тоже... И гляньте, она так призывно открыта. Туда можно проскочить? Или где? А сюда? Туда можно пройти? Блин, тут дверь с этим... С Мазератти. С трезубцем. С тремя лентами. Она так открыта прям. Ну давай, чувак, ну зайди. Ну тут просто уборная. Ёлки-палки. А прикиньте, есть ли это способ для проникновения? То есть, тут реально нету нигде больше монетки с тремя лентами. И это единственный способ проникнуть туда. А это будет жутко, наверное. Хорошо. Не в смысле жутко, интересно. Просто тупо жутко. Умывальничек. Ладно. Ладно. Я более-менее понял, что здесь и как. Интересно, я могу вон туда проскользнуть, они меня будут атаковать или нет? А вообще не хочется на своей шкуре это проверять. Ни капельки. Что здесь? Это ловушка или нет? Хм. Стоит ли мне туда идти? Ну давайте. Ух! Я на секунду... Да. Немножечко. Тут у нас тоже две ленты. Это мы просто назад вернулись, да? Это то место, где мы были. Это шкафы. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Точно. Это то место, где мы были. Это пустая кладовая. Блин, это место просто очень богато на пустые кладовые. Ну, по крайней мере, это я узнаю. Я еще удивлялся, почему. Вот тут вот эта полочка упавшая есть. Я удивлялся, почему. Такая огромная кладовая, такая пустая. Хорошо. Каким выводом это нас приводит? Это нас приводит к тем выводам, что... У нас нету монетки с трезубцем. А она должна быть. А без нее мы дальше не попадем. А все монетки... Ну, я думаю, что все остальные монетки мы уже нашли. И вот эта вот с двумя лентами, как она называется... Двозубец. Монетка с двумя лентами. Откройся, пожалуйста. Мы все двери с двумя лентами. Двозубцем уже тоже открыли. Это у нас... Это у нас тоже ни с чем, да? Без никто? А, ну да. Это у нас тут кайтовый щит. Так, ребят. Мне кажется, что я уже более-менее узнаю все места здесь. И мы сейчас тупо ходим по кругу. Потому что... Я думаю, что я нашел... Блин, они рыпаются. Это меня бесит. Просто нервирует. Не знаю, что. Блин. Ну да, вот с буковкой Пи мы сюда входили. Блин, продолжает называть Пи. Не знаю, почему. Две ленты. Хорошо. Есть две ленты, три ленты. А, я понял, откуда этот проход и куда этот проход. Нам сюда не надо. Ну, то есть нам туда надо, но мы пройти не можем. Я как раз хотел подумать, можем ли мы пройти сюда. Нам... У нас просто обход с этой стороны. У нас просто обход с этой стороны. И здесь у нас тоже... Все. Все. Все закольцевалось, все закрылось. А это немножко грустно. Потому что, получается, мы здесь все обошли. Получается, да. А дальше туда пройти... Молодец, блин. Дальше туда пройти, это нарваться на голема. А нарваться на голема, они нас просто затопчут. Я их знаю. Эти ребята... Очень крутые. Нас уже затаптывали. Так. Сюда нам не надо, это тупик там дальше. Все, я понял. Хорошо. Да не так-то. Знаете, ребят, тогда такая тема. Может быть, мы просто сейчас уйдем отсюда. Я не вижу, куда пойти дальше. Я не вижу, куда пойти дальше. Кроме... Ну, дверь там открыта. Я-то в нее, конечно, пробегу, наверное. Ой, я пожалею об этом, да? Ой, я пожалею об этом, если я побегу. Ну, не знаю, должно ли это так работать. К тому же... Я не вижу, что там дальше. Блин, прикиньте, если это переход через уровень. Я не вижу, что там дальше. Дверь открыта. Но она не подсвечивается с той стороны. Во-первых. А во-вторых, здесь же есть еще одна дверь с трезубцем. Есть. Значит, это не выход. Если бы это была единственная дверь, она была бы открыта, то, да, ты в нее пробегаешь, и у тебя все хорошо. Но здесь же есть еще одна дверь с тремя лентами. А это нам говорит... Ой, блин, я не туда пошел. Это нам говорит только о том, что... Все-таки должна быть монетка, которая нам позволит проникнуть туда. Ладно. Короче, ребят, давайте, наверное, я валю отсюда. Я не вижу пока другого способа. У меня нету возможности пройти... У меня есть возможность рискнуть, но нету гарантированной возможности пройти дальше. Во-первых. Во-вторых... Где у нас там был кайтовый? Тут. Значит, может быть, нам сюда. Я сейчас пытаюсь найти просто выход из сложившейся ситуации. Похоже, да, это выход. Мне хочется в это верить. Да-да-да. Так это совсем недалеко. Это совсем недалеко. Ладно. Тогда, ребят, я выхожу отсюда. Ваши мысли, ваши соображения по этому поводу. Где мне найти третью... Знаете что? По-моему, вот возможно такое, что третья... Ну, не третья монетка, а монетка с трезубцем находится даже не в этой локации. И прикиньте, если нужно достать из другой локации и принести сюда... Ммм... А это идея. Давайте я пока выхожу отсюда. Я другого выхода не вижу. Или есть какая-то комнатка, которую я просто не доглядел, в которую я не зашел и в которой есть эта монетка. или же ее там просто нету и мне нужно там прорваться на пролом, но... А что, ты закрыта? А, ты должна быть закрыта? Нет, оно открывается нормально. Так, от здесь у нас есть карта. Мы сейчас находимся вот здесь, наверное, да? Да. А мы можем пойти... Сейчас, карта у нас... Куда смотрит? На север. Карта на север. Ты закрываешься. Мы тоже смотрим на север. Суперски. Мы можем пойти в следующий проход, который у нас находится вот здесь. Это у нас одна из механических дверей была, да? Вот этот кружочек, вот этот проходик. Тут я буду ходить уже более-менее в безопасности, так скажем. Стоп, а как это оно так? Ладно. Нужно просто держаться этой стенки, да? Почему у меня такое ощущение, что я здесь не был? Хотя здесь, конечно же, был. Блин, Илья что-то... А, это, кстати, не то ли место, где я книжечку забыл-то в прошлый раз, да? Оно? Оно, наверное. Вот, про который мне писали, который я потом бегал, доставал. Может, я сейчас что-то еще найду здесь интересного? Так, это у нас выход, это я узнаю, это выход к механической двери. Тут у нас было страшное побоище. давайте я перепроверю все трупы к черту. Извини, чувак, я не собирался тебя так топтать. А, у нас тут двуручный меч. Ну, я так понимаю, что великий меч, он получше, чем двуручный будет. Вот, к тому же, вот эта вот сапля. Сейчас. Я... Их очень трудно заметить на земле. Еще труднее нажать на нее. Ха-ха-ха. Есть, я умудрился. А, я ее даже поднять не могу. Я... Молодец, да. Хорошо, хорошо. У меня вообще с весом проблемы так-то. Ну, я не могу ничего таскать. Пора бы, наверное, от чего-то избавляться. Я просто с тобой таскаю шмотки, сандалии эти, наручи, то-то, сё-то, кучу всего. Коробка с картами. Не хочется же выкидывать, главное. Я просто думал подобрать еще один вот такой меч. Давайте я его положу просто. Сейчас я его подыму. Подыму, говорю. Не, не подыму. Подыму. И положу его более... Угу. Более явно. Чтобы я его потом мог найти. Это единственное место, где мы потом можем получить такие же мечи. Пока мы не встретим таких же чуваков, а таких же чуваков я встречать не хочу. Спасибо. набегался. Вот второй, что ли, да? Да, вот они на нем же будут сверху лежать. Надо это запомнить. Ладно. Итак, механическая дверь. Я понимаю, что я могу об этом пожалеть. Если что, я прекрасно это осознаю. Но... Кстати, у нас было четыре... Ну, грубо говоря, пять выходов. Два из них в канализацию, один к големам и два механических. Два механических. А какой из них... А какой из них, вы говорите, там какой-то на рынок идет? Какой из них ведет на рынок? И знаете, что еще более отвратительно? Почему у меня такое ощущение, вот эти вот рельсы на полу, почему у меня такое ощущение, что если я зайду, то дверь за мной захлопнется. Я не хочу туда заходить. Но у меня выхода, кстати, не осталось. Мне или заходить в одну из механических дверей, или же прорываться через големов, что я тоже делать не хочу. И к тому же, я не знаю, куда меня приведет та дверь с трезубцем. Так, на секундочку. А еще у меня стойкое ощущение, что после всего того, что я понапроходил, а раз вы говорите, последний чекпоинт был при переходе с третьего на четвертый этаж. У меня такое ощущение, что если меня убьют, прям убьют, а не вырубят. Это очень сильно грозит тому, что прохождение за данного персонажа может закончиться. А почему мы не заходим туда? А я не могу туда зайти? Крутяк. Дверь-то открылась, а зайти я туда не могу. Я как будто... Вы видели, как будто я мечами обо что-то... А вот это прикол. А камеру по-другому я повернуть тоже не могу, да? Также, также меня предупреждали о том, что не надо забегать на другой уровень, потому что есть такой глич. И без мышки я тоже туда идти не могу. Эта дверь меня не пропускает. Ладно, пойдемте к другой. Есть такой глич, что если ты забежишь с разгону, в переход уровня, то ты просто улетишь, игра тебя выкинет. Есть такая фишка. Хорошо. Значит, давайте, наверное, сделаем здесь паузу. Я найду вторую механическую дверь и попробуем войти туда, что ли. Не знаю. Кстати, я совсем забыл. Я тут пока сейчас бегал, нашел вот эту дверь, которая... То ли замок на ней висит, то ли что-то такое, но она вообще не поддается никак. То есть, как будто это какой-то переход, но его нет. Это крайне, блин, интересно. Ладно, пойду дальше обшаривать. Я просто не помню, где вторая дверь. А, кстати, пока уж мы вернулись, я тут сейчас пока бегал по улицам, у меня появился такой вопрос. Очень много повреждений, лавочек, повреждений всяких колонн, повреждений как будто от чего-то огромного. я не скажу, что камни падали, но очень огромные механические повреждения именно в структуре нанесены, и они нанесены явно не временем, они нанесены каким-то орудием, будем говорить так, ну, то есть творением рук человеческих. И вот это мне тоже интересно, потому что от чего они могли произойти? от того ли, что здесь бегали двухтонные чубаки и все крошили на своем пути, или же здесь происходил какой-то штурм этого места? Хотя для штурма наоборот, все слишком целое, если происходил бы какой-то штурм, то мне кажется, что все было бы в гораздо худшем состоянии. Так, не надо мне говорить, что я сейчас кругами хожу, да? Вы же не будете так говорить? Это было бы печально. Так, вторая механическая дверь. Ты где? Это я к канализации пришел. Нет, мне сюда не надо. Мне нужно... Вот она, вот она, блин, я мимо нее пробежал. Когда... Рычажок, который здесь был, да? Да, 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 вторая механическая дверь. Ну, пойдем. А здесь меня загрузило. окей, назад я могу пройти. Это меня уже радует. это ли тот самый рынок, про который мне столько говорили? А? А, ребят, это здесь? Все, мне уже кранты, мне уже крышка, все нормально? Могу себе панихиду заказывать? Ёлки-палки. Кстати, знаете, что еще интересно? Ну, в уровне с големами я не нашел ни карты, ни хилки. А это говорит о том, что явно уровень недообследован. Ну, следуя логике этой игры. Возможно, разработчики сказали, а, фиг тебе, и все. Но карта была практически всегда... Ну, то есть, где у нас не было карты? Кстати, по-моему, на уровне с... Я не помню, на уровне с Чубакой, по-моему, не было карты, да? Я ее бегал наугад, обыскивал, но она не такая уж и большая была, эта территория. Потом, на предыдущей была карта на... Ой, блин. Большие открытые территории. Интересно, кто у нас здесь будет. Ладно. Давайте, может, эти комнатки маленькие? Ага, сейчас, блин, маленькие, закрытые. Разбежался. А это обвалится? Это выглядит очень опасно. Блин. Это выглядит чертовски опасно. Музыка здесь другая. Я не могу понять мотивы. Они более угрожающие или более ужасающие, какие-то героические, непонятно. Туда можно пройти. Давайте мы сначала туда сходим. если тут будут синие чуваки, можно вешаться просто. Я думаю, я слышал, как кто-то ходит. Так. Тебя нельзя открыть? Никак, ничего. Кто-то точно ходит, я слышу шаги. Прямо близко-близко ходит. Это было сейчас чертовски удачно. Не люблю хвастаться, но вы видели, видели? А-а-а! Уворот и быстрая двоечка по репе и все, чувак, вау, тебе просто отрубили голову. У-у-у! Не то, чтобы что-то ценное, но просто прикольное. пара кольчужных перчаток. Они же не станут да, мы с вами это проверяли уже. Они не станут подлатные. Сундучок, между прочим, маленький, но сундучок. Хорошо. Так, вот эти ребята меня одновременно и радуют, и не радуют, потому что сами они вроде как норм такие, с ними можно бороться. А, какое состояние у нашего меча? Он не затупился? Нет, наш меч просто красавчик. С ними вроде можно бороться, но если они здесь, то может быть и здоровые твари здесь, а если здесь и здоровые твари, то может быть и какая-то еще одна чубака здесь? А вот это было бы уже совсем не прикольно. Я не хочу иметь дело ни со здоровыми, ни с чубаками, ни с больными чубаками, ни с какими чубаками. Хотя здесь вот эти же сопли, как мне объяснили, что это вот эти вот сопли, они порабощают людей. Так, как там? почему я двумя руками не могу колоть сразу? Понимаю, это глупость, но все равно человек доволен делать все, что он хочет, любые глупости. Ай, собственно, с человеками происходят всякие вещи, потому что он делает глупости, не так ли? Эээ, тентакли? Ладно. Столик. В столике может быть что-то интересное. Давайте посмотрим. фиг. На интересное нам сегодня немножечко не прет. У нас ни одного свитка, ни одного пергамента. Лор сегодня не завезли. Серия заканчивается уже скоро. А у нас сегодня такое. Так, ну допустим, идем сюда. честно, знаете, я чуточку подустал от ощущения блуждания. Ну, как бы вам объяснить. Я очень долго сейчас блуждал по карте с големами. Я ее более-менее подучил. Ух ты, какая свечка. Мешок. Ха, кольчужная рубаха, второй мешок, веник. Блин, а веником веник с ручкой. Веником нельзя драться. Свечка прикольная такая. Ну, то есть, мне нравится. Я ее вытащу. Что это грюкнуло? Где это грюкнуло? Так вот, к чему я это все говорю? Я устал немножечко от ощущений. Опять что-то. Там кто-то ходит. Устал от ощущения, что я не знаю, где я. Вот, серьезно прям. Там не было карты, я мотался как кужаленный туда-сюда, не понимая, не вразумляя. Здесь опять новая территория, опять нету карты. Я просто, наверное, чуточку подустал от вот этого ощущения напряженности постоянной. Где я? Где я? Почему я? Почему я? Где я? И всякое такое... А, сюда и пройти-то можно. Рынок, кстати, полностью разрушен. это мой напоминающийся вроде как все время только левую сторону осматриваем, да? Да. Пока что мы видели только мелочь. Знаете, по крайней мере рынок не такой темный, как канализация. Хотя, да, я мог же включать фонарики, да, все дела, но кто же знал-то? Вот здесь у нас фонарики горят. Блин, такое ощущение... Вот это все раз... Вот, все, я понял, у меня теперь в голове все сошлось. Общее ощущение от рынка пока что, как будто я в побеге из Таркова. Вот, реально, побеги из Таркова. Везде полуразрушенные здания, под ногами вся вот эта вот крошка и все дела. Вот. И... блин... И мало лутов. Мало лутов. А там вы... Что, блин? А почему это выглядит как вход в канализацию? А может, это он и есть? Стоп! Что, извините? Музыка здесь как в канализации. Привет, привет. Привет. Продолжение следует... А! Он мне помог, кстати. Все, минус три. Фух. Понабежали. Минутку, ребят, дайте мне это переварить. Это канализация рынка отдельная? Или это кусок той канализации? Не-не-не-не-не-не-не. Погодите, погодите, погодите. Нафиг, нафиг, нафиг. Я еще там толком не разобрался. Уже пошел сюда. Нет, стойте. Тут ящичков никаких, кстати, нету. На самом деле музыка такая же, как в той канализации. Но мне кажется, это что-то отдельное. Мы прям сегодня скачем по уровням. То туда, то сюда, то в одну крайность, то в другую крайность. Знаете, ребят, давайте так. Так, я упаду? Надо это подвинуть как-то. А я не могу это подвинуть, а молодец. Я вот здесь вот сейчас хочу остановиться тогда. Вот в этом вот тупичке. У нас есть проход в канализацию. Явно, что в канализацию. Но я не знаю, в какую это та же самая канализация, что была и там. Они как-то смежены? Или это какой-то другой уровень канализации? Так, ребят, серьезно, мне нужно, чтобы вы мне про это сказали. Рынок, я понимаю, что рынок, да. Но что касается этой канализации, стоит ли мне туда сейчас сходить и побегать по ней? Или же походить по рынку, потом зайти в ту канализацию? Просто пока я здесь недалеко, я, может быть, сходил бы. Я не знаю, насколько она большая и связана ли она с тем куском. Блин, серия опять чертовски затянулась, извините. Вот, все, ребятки. На этом тогда сегодняшние наши шатания по всему этому месту пока что заканчиваются. Буду ждать ваших комментов, ваших высказываний. Очень, блин, интересно. Очень, блин, прикольно, что тут дальше. Я вообще немножечко... В общем, говорите мне, что происходит... Без спойлеров, а просто всякие намеки. Что происходит с големами? Стоит ли мне туда сейчас дальше соваться? И правильный ли это путь прорваться там через ту дверь или нет? Во-вторых, что... Ну, не то чтобы, что меня ждет здесь. А, например, сколько выходов из этой карты и куда? Более-менее намекните мне. Без прямых спойлеров, пожалуйста. И более конкретно меня интересует вопрос по канализации, по вот этой вот. Та ли это самая канализация, которая вход из города? Или же это какой-то другой сток? И как бы связаны эти две канализации между собой или нет? Возможно... Потому что мне кажется, там я исследовал всю карту по той канализации. И мне сейчас очень сомнительно, что они как-то связаны, хотя все может быть. Все, ребятушки. На этом сегодняшнюю серию мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, побра, всем молодушек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok